Питер, Москва, Казань, Сочи и, конечно же, Горный Алтай и Белокуриха – стандартный туристический топ жителя Сибири. Красные дни календаря пользуются особым спросом, добавляют в турфирмах. На эти ноябрьские праздники – ажиотаж, который сформировал осенний кэшбэк и субсидированные перелеты. Но даже такой отдых все равно обойдется в копеечку. В среднем ценник на данные направления, минимальный от 2000 рублей – это Горный Алтай, и от 3000 – это Белокуриха. Если рассматривать Сочи и Абхазию, это примерно 20-30 тысяч на человека и, в принципе, продолжительность тура в 6-7 дней. Резиновой стала не только Москва. Алтай принимает все больше гостей. Турить, конечно, другое. Сейчас люди просто, ну потому что некуда ехать, ездят на Алтай. Вот очень много таких людей, которые не очень понимают Алтай. Но будем надеяться, что научатся, поймут, увидят, полюбят. И не будет таких требований, как у большинства. Сейчас очень много людей, которые едут с какими-то требованиями, которые накладываются, например, с Европы, с Азии. По словам экспертов, отдых на Алтае все больше становится круглогодичным, а спрос – регулярным. Жители позволяют себе отдыхать и в своем крае, и в других субъектах. В последние годы растет популярность Дальнего Востока и Кавказа, Дагестана и Карачаева-Черкесии. Но у барнаульцев, которых мы встретили, планы куда скромнее. «Скорее всего, просто отдых. В бары. Да и все. Только приехал. Откуда? С Челеского озера. Ох ты, а там как отдохнул? Отлично. В тайгу ходил. Мы любим отдыхать в своем родном Алтайском крае. На скуле там съездили и поняли, что и проживание дорогое, питание и развлечение какое-то. Ну, если проживание, там 10 тысяч только стоит в день. Дома лежа на диване. Потому что зарплаты никакие, если честно. В этот раз выходными будут всего три дня. Но как бы вы их не организовывали, помните, что важнее всего просто вовремя отдохнуть. И не важно, в каком формате. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.